Акулы – самые страшные хищники в океане, вызывающие ужас. Но даже белая акула – ничто по сравнению с самой крупной из когда-либо существовавших акул. Микс-шоу представляет Самая большая акула в мире – мегалодон. Гигантская акула-мегалодон буквально потрясает воображение своими размерами. Двухметровая пасть, вооруженная пятью рядами 18-сантиметровых зубов, всего их около 300. Длина тела по разным оценкам от 15 до 30 метров. Вес – порядка 45 тонн. Сила укуса – до 18 тонн. Это значит, что ему под силу перекусить грузовик. Это официальные данные ученых, занимающихся изучением строения его челюстного аппарата. Они уже не нуждаются в его подтверждениях. Треугольные зубы мегалодона можно обнаружить в скальных породах в любом месте земного шара, что свидетельствует о широком распространении этого вида. Более 500 лет окаменелые зубы мегалодона считались останками драконов, и лишь в 1667 году датчанин Ниль Стэнсон смог правильно определить их принадлежность к надотряду акул. Основной пищей для гигантских акул были киты, кошелоты, дельфины и гигантские морские черепахи. Причем методы охоты мегалодона были совершеннее охотничьей стратегии белых акул. Исследования окаменелости китов показали, что все они были убиты одним мощным таранным ударом, ломающим кости и разрывающим внутренние органы. По мнению официальной науки, гигантская акула мегалодон полностью вымерла как вид около 2 млн лет назад, еще до периода плейстоцена, около 1,5 млн лет назад. Причиной вымирания послужило резкое похолодание океанов. Правы ли ученые, считающие, что гигантская акула мегалодон вымерла пару миллионов лет назад? Ученые Джон МакОскер и Ричард Эллис, специализирующиеся на белых акулах, считают, что это не так. Исследования двух случайно найденных в Тихом океане зубов мегалодона показали, что они были утеряны гигантскими акулами не миллионы лет назад, а около 24 и 11 тысяч лет назад каждый. И вполне возможно, что гигантские акулы все еще плавают в глубинах океанов. Летом 2014 года несколько орбитальных комплексов ряда стран засекли крупные подводные объекты на небольших глубинах в районе Тихоокеанского острова Папуа-Ново и Гвинея. Мнения ученых по этому поводу тождественны. Эти необычные объекты по форме тела и манере поведения – акулы. Но очень большие акулы. Ни одна особь большой белой акулы еще не достигала длины свыше 16 метров. К тому же место обнаружения этих сверхакул непосредственно близко к Марианской впадине, к месту предполагаемой загадочной прописки мегалодона. Австралийские ученые установили на теле большой белой акулы датчик, позволяющий отслеживать ее перемещение. Через 4 месяца датчик выбросило на пляже в 3 километрах от места крепления. Данные датчика зафиксировали резкое повышение температуры тела акулы и внезапное погружение на глубину 600 метров. По мнению ученых, повышение температуры означает, что белую акулу съела акула-каннибал, превосходящий ее размером. Обнародовать эту однозначную природную аргументацию в пользу живого мегалодона помогли и случаи гибели крупных китов как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Моряки несколько раз натыкались на тела погибших китов. В двух случаях ситуации позволили частично изучить эти туши на предмет причины смерти. И в этих двух эпизодах оба животных скончались от укусов огромными челюстями. Формы этого укуса были аналогичны акульему строению челюсти, лишь с небольшим отличием. Верхний третий зуб принадлежал считавшейся вымершей акуле-мегалодон. Плавает ли сейчас по бескрайним просторам океанов самая большая древняя акула? Или давно вымерла? Все больше ученых склоняется к тому, что этот гигант живет и в наши дни. Как вы считаете, мегалодон может существовать в наше время? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.